Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 7 декабря, расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Ульяновские университеты станут опорой для инноваций. Ульяновцы экономят на отоплении и мечтают о лифтах. С жителями региона встретился Сергей Степашин. В Ульяновской области облучают сточные воды и строят очистные сооружения. Ульяновские университеты станут опорой для инноваций. Глава региона Алексей Русских вместе со специалистами сферы жилищно-коммунального хозяйства поделились наработками с федеральным гостем. В Ульяновск приехал Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета фонда содействия развитию ЖКХ. Основной темой встречи был капитальный ремонт многоквартирных домов. Делегация отправилась в дом номер 12 по улице Корунковой. Местные жители рассказали Сергею Вадимовичу о проведенных в доме работах. Одним из полезных приобретений оказался датчик погоды или прибор умного отопления. В помощи него жильцы этого дома стали меньше платить за тепло. На квартиру в среднем, на мою трехкомнатную квартиру, если в год 2019 4200, в 2020 году 6130 рублей. И за 11 месяцев 3000 рублей. Экономия идет за счет того, что теплоноситель, который поступает с энергопоставляющей организации, мы используем ему вторично. За счет электроники вода разбавляется. Не полностью идет теплоноситель, а прогоняется несколько раз. За счет этого объем уменьшается, гекокалории уменьшаются и стоимость, соответственно, уменьшается. В доме также сделали кровлю. В нее вложили почти 2 миллиона рублей. Отремонтировали межпанальные швы и установили подъездные двери. Сергей Степашин выяснил, чего еще не хватает жителям этого дома для полного комфорта. У вас же лифты тут, да? Да, да. Старенькие, наверное. Старые, ну сколько? Не останавливаетесь? Нет, еще. В бюджете Ульяновской области заложено 230 миллионов рублей. Этой суммы должно хватить на замену 180 лифтов. Глава региона намерен и дальше держать на личном контроле вопросы капремонта. Что я имею в виду, это замена лифтового оборудования и решение проблемы оттока денежных средств на спецсчета. Вопросы демонтикации, требования для них и региональных операторов капитального ремонта. Ну и целый ряд других госпитных вопросов. Важно, чтобы работы по капитальному ремонту шли в полном объеме. Для того, чтобы ремонт проходил проще и легче, Ульяновской области не помешает помощь федералов. В части поддержки инициатив законодательных на федеральном уровне, которые бы позволили разбюрократить частично ряд позиций, которые связаны именно с капремонтом и с более быстрой процедурой реализации процесса капитального ремонта. В Ульяновской области пересмотрели сроки переселения из ветхого жилья. Ранее планировалось расселить жителей аварийных домов до 2025-го. Но на данный момент сроки сжали до 2023-го года. Виктория Черкова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ. В Ульяновске строится храм Александра Невского. Фундамент готов, уже растут стены новой церкви. Глава региона и Сергей Степашин также поучаствовали в молебне и торжественной церемонии закладки памятной капсулы. Уходящий год прошел под эгидой блестящего полководца святого Александра Невского. В честь него в Ульяновске начали строить храм на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Полбина. На торжественной церемонии закладки мемориальной капсулы побывал губернатор в компании федерального гостя Сергей Степашина. На фундаменте церкви митрополит Лонгин провел молебен. Это первая общественная молитва в строящемся храме, пока еще под открытым небом, но молитва о том, чтобы Господь помог этому благому делу, чтобы он благословил и строителей, и ктиторов, то есть тех, кто помогает, на чьи средства, на чьи деньги строится храм. В этом году в честь Александра Невского провели почти две тысячи мероприятий, приуроченных к основным вехам жития святого. И сегодня хочу сердечно поблагодарить всех тех, кто проводил эту важную просветительскую и патриотическую работу, кто не просто сохранял, а обновлял память нашего общества о великом соотечественнике. В 2021 году исполнилось 800 лет со дня рождения новгородского князя. Председатель наблюдательного совета фонда содействия и развития ЖКХ воспринимает Александра Невского не только как святого. Сергей Степашин чтит его как мудрейшего правителя. Самое главное, пожалуй, то, что он был дипломатом, который, в общем-то, рисковал. В свое время, когда он начал вести переговоры с Батыем, его граждане Новгорода не поняли, не приняли и изгнали. Он вынужден был ехать из Великого Новгорода. Потом, когда случилась беда, они его снова позвали. И он не обиделся. Он понимал, что он служит в своей стране. Глава региона вместе с митрополитом наградили медалями и почетными грамотами ульяновских политиков и предпринимателей. Все присутствующие на совещании участвовали в процветительской деятельности, прославляющей святого. Ситуацией по заболеваемости коронавирусом началось заседание штаба по комплексному развитию региона. На стационарном лечении находится 3000 человек, на амбулаторном – 7,5 тысяч. Число заболевших постепенно снижается. За минувшие сутки зарегистрировано около 350 заболевших. Запаса кислорода, лекарств и клоек в регионе достаточно. Валентина Никонова продолжит тему. Губернатор Алексей Русских начал совещание с вопросов о коронавирусе. За последние сутки в области выявлено 336 новых случаев заболевания. На амбулаторном лечении – 7500 ульяновцев. На стационарном – 1500 человек. Свободными остаются 810 коек, предназначенных для больных ковидом. В медицинских учреждениях региона создан необходимый запас лекарств, кислорода и койка мест для стационарных больных. Ситуацию продолжаем держать на постоянном контроле. Продолжаем работать над вакцинацией жителей. Также Алексей Русских дал жесткую оценку вопиющему случаю с вырубкой голубых елей в центре города, напротив Дома советов. Для меня одно очевидно. Варварское отношение к месту, где живешь, должно пресекаться на корню. Сейчас по данному факту ведется проверка, в том числе и с участием правоохранительных органов. В администрации города Ульяновска подли соответствующие заявления в полицию. Приведен контрольный отбор материалов для того, чтобы установить возраст и породу срубленных деревьев. Приведение экспертизы займет около 20 дней. После соответствующих решений уже экспертных оценок будет подсчитана сумма нанесенного материального ущерба. Вместе с тем мы понимаем, что такое стало возможным вследствие того, что сегодня законодательство не содержит нормы о проведении процедуры получения порубочного билета на землях, находящихся в частной собственности. В Ульяновской области продолжается комплексная работа над ростом заработной платы. О ситуации по повышению зарплаты в строительной отрасли рассказал глава регионального министерства строительства и архитектуры. У нас организации, которые занимаются производством, порядка 11 организаций. Мы со всеми отработали вопрос. Большинство повысило заработную плату. Но часть организации отказались в повышении заработной платы, скажем так, на сегодняшний день. Потому что уровень заработных плат на производство более 45 тысяч. У некоторых достигает 56-57 тысяч. Это достаточно высокий уровень. И они делают повышение заработной платы регулярно. О росте заработных плат на сельскохозяйственных предприятиях проинформировал Михаил Семенкин. Как и в других отраслях в сельском хозяйстве заключаются соглашения с предприятиями о росте зарплат работников. В общей сложности уже на сегодняшний день охват предприятий подписанных соглашений у нас составляет 298. Охват численности работников более 7 тысяч человек. Хочу отметить, что уже буквально с января по октябрь месяц мы видим, что зарплата в отрасли изменилась, составила 110,3%. Глава Министерства экономического развития озвучил общую статистику по работе над ростом зарплат в регионе. По итогам работы, начиная с сентября месяца, заключено 1360 соглашений. 180 соглашений удалось заключить совместно органами исполнительной власти и муниципальным образованием за прошедшую неделю. Что касается муниципального уровня, то здесь нарастающим итогом заключено 1047 соглашений и 155 за прошедшую неделю. О строительстве и модернизации сетей наружного освещения рассказал Александр Черепан. В 2021 году объем финансирования проекта составил 353 миллиона рублей. Всего по семи направлениям к концу года будет установлено 10 625 новых светильников. И мы закроем на 36,7 потребность общую от программы. Напомню, что это порядка 32 тысяч светильников. И 9 913 светильников будет установлено по новому строительству. На заседании также рассмотрели формирование бюджета на 2022 год. Рейтинги муниципальных образований региона, подготовленные Центром стратегических инициатив, поговорили о трудоустройстве выпускников, обсудили ход реализации национального проекта «Культура». Валентина Никонова, Данил Сурков, Олправда ТВ. Ульяновские университеты станут опорой для создания новых инновационных направлений. В зале правительства подписано сразу два соглашения. Одно направлено на создание карбонового полигона, который позволит проводить исследования в сфере экологии. Второе – на развитие потенциала области для улучшения инновационного климата. Как было подчеркнуто на заседании Совета по инновационной деятельности, наш регион обладает всем необходимым для достижения высоких показателей в области прогрессивных направлений. Успех Ульяновской области гарантирует собственный инновационный потенциал. Особая портовая экономическая зона, индустриальные и технические парки тормозят лишь три фактора – отток специалистов, дефицит ресурсов и отсутствие четкого приоритета. Мы должны определить планы работы на перспективу, определить те направления, по которым будем работать вместе с нашими партнерами, научным сообществом, коммерческими организациями, предприятиями, которые реализуют инновации. Чтобы планы так и не остались мечтами, подписано соглашение о создании карбонового полигона, где можно будет проводить ряд экологических исследований. Он появится при поддержке ульяновских вузов. Сейчас именно они выступают площадкой для реализации инновационных идей. В настоящий момент времени мы все с вами ощутили, что инновации, конечно, имеют такие проблемы, как недостаток кадров и недостаток ресурсов, но они имеют еще одну проблему. Это объяснение нашему населению, что эта инновация несет благо. Поэтому иногда зрительная демонстрация какого-то научно-технического достижения на конкретной территории является очень важной. Что представить миру действительно есть. Университеты работают в единой связке с предприятиями. Так появились детские научные центры, технопарки и IT-кубы. Дети уже с детства учатся передовым направлением науки, а после выпуска устраиваются работать на предприятия, которые идут в ногу с технологическими инновациями. К слову, по данным 2020 года в Ульяновске 29% таких компаний. Регион вошел в топ-10 сильных инноваторов России. Для нашей области поддержка инноваций является жизненно необходимой и четко выверенной стратегией. Все мы понимаем, что вложение в развитие сегодня – это обеспечение экономического и социального процветания региона в будущем. Алексей Русских подписал соглашение о реализации задач по развитию трансфера технологий. В будущем документ поможет объединить научную деятельность региона и федеральный бизнес. Мы в первую очередь сосредоточены на работе с университетами. И на сегодняшний день членами ассоциации являются более чем 30 ведущих университетов. А вообще в периметре, в сообществе, с которым мы работаем, их более 200. И, соответственно, мы надеемся, что университеты, которые находятся в Ульяновске, также к нам присоединятся в том или ином формате. У нас много разных форматов взаимодействия и активности. Дальнейшие планы сотрудничества будут известны после создания годовых дорожных карт, которые позволят прозрачно видеть шаги каждой из сторон. Александра Никитина, Артем Куранов, Уллправда ТВ. Очистные сооружения Левобережья были модернизированы год назад. Пришло время узнать, насколько эффективен комплекс стоимостью более 200 миллионов рублей. Чем ультрафиолет лучше хлора и каких результатов стоит ждать к 2024 году, выяснял наш корреспондент. Прошел год с момента запуска станции ультрафиолетового обеззараживания. Ее построили на территории очистительных сооружений Заволжского района для более эффективной фильтрации сточных вод. Эта станция служит финальным этапом перед сбросом воды в Волгу. В помещении находятся трансформаторами, а под железным полом в зеленых лучах ультрафиолета плещется вода. Все процессы автоматизированы. А это буквально головной мозг ультрафиолетовой станции. На щите управления транслируются данные, начиная от уровня воды, заканчивая исправностью ламп. Также эти показатели транслируются диспетчерской. Ультрафиолетовое излучение убивает микробы и вирусы. Раньше для их уничтожения использовали хлор, что было небезопасно для окружающей среды. Сейчас очистные почвы не отравляют, да и показатели очистки выросли на 30%. Такие сооружения позволяют пропускать меньше кубометров неочищенной воды. Изначально мы оперируем цифры 94 тысячи кубических метров. К концу реализации 2024 года мы должны сократить цифру в три раза до 31 тысячи кубов, сбрасываемых в бассейн реки Волга. Остальные очистные сооружения Ульяновской области тоже приведут в порядок. В список вошли объекты, расположенные в Ульяновске, Новоульяновске, Демтравграде, Индии и Барышае. Это работы на первой очереди ГОСК, биологическая очистка, ведется реконструкция. Там сметная стоимость сейчас составит 1,3 млрд рублей. И у нас прошел государственную строительную экспертизу. Проект полной реконструкции биологической очистки на левобережных, на этих очистных сооружениях. Его сметная стоимость сейчас составляет 2,7 млрд рублей. Реконструкция очистных комплексов правобережья уже началась. Все сооружения ремонтируют и обновляют по нацпроектам экологии и оздоровления Волги. Ульяновский государственный педагогический университет стал победителем конкурса Министерства просвещения развития открытого образования на русском языке, обучения русскому языку. Успех вуза позволил получить субсидии на развитие авторского проекта, который направлен на улучшение языковых знаний иностранных студентов. При желании ребята могут остаться в России по упрощенной программе получения документов для временного проживания. И уже здесь применять свои знания на практике. Проект кафедры русского языка, литературы и журналистики Ульяновского государственного педагогического университета «Центр открытого образования на русском языке» позволяет иностранным студентам освоить русский язык. И если при поступлении в вуз ребята столкнулись с языковым барьером, то сегодня свободно поддерживают беседу, общаются с русскоговорящими друзьями. Конечно, были сложности, когда только приехал, были, конечно, сложности, скучал по дому, но потом со временем привыкаешь, и вот друзья помогают местные. Обучение ведется на трех курсах. Учимся на русском, история и основы права в России. Финальный этап – итоговое тестирование, по результатам которого слушатели курсов получают сертификаты. Это, несомненно, поможет иностранным гражданам в решении многих вопросов проживания, учебы и работы в России. Но придется постараться. Задания поступают прямиком из столицы. Сейчас ребята сдают вторую часть этого сложного теста. Тест проходит два дня у каждого слушателя. Они сначала сдали письменные все тесты, сегодня еще один письменный. Они пишут письмо и тест, который называется «Говорение», где они свои навыки, связанные с говорением, демонстрируют. Обучают иностранцев педагоги университета. Помимо солидной теоретической базы, ребята сразу же получают языковую практику, ведь все занятия проходят на русском языке. К тому же в ВУЗе большой поток студентов, а, как известно, ежедневная коммуникация с носителем языка – лучший способ им овладеть. Знания, которые студенты получают в университете, открывают дорогу к новым свершениям. Это и высокооплачиваемая работа, и масса знакомств. Конечно, у нас в народе тоже есть русские школы. А, естественно, там не будут скрывать, там платят нормально. Вот если человек знает, владеет русским языком, то туда берут на работу. Поэтому в любом случае, естественно, это занятие мне понадобится в дальнейшем. Сейчас Джамал учится на втором курсе историко-филологического факультета. Время подумать над будущей профессией еще есть. А вот Диана Хамраева уже отучилась пять лет и готова шагнуть в новую жизнь. Девушка без пяти минут филолог. Ей уже не терпится передать накопленные знания своему народу. Я давно изучала русский язык, он мне очень нравился, поэтому я решила свою профессию превратить в свое увлечение и дальше изучать русский язык уже профессионально. Я планирую вернуться на родину или, возможно, открыть иностранные курсы для того, чтобы люди все могли изучать русский язык. Улучшать возможности работы Центра открытого образования на русском языке помогают гранты, а значит, есть определенные условия. Помимо внедрения трех новых курсов для обучения, это еще и издание трех учебно-методических комплексов по этим курсам. Причем это не учебно-методическое пособие, а это учебно-методический комплекс. Это значит, что туда входит не только учебник, но туда входят и другие материалы. В частности, рабочие тетради студента туда входят. Для русского языка туда прилагаются еще аудиозаписи, видеозаписи. Одним словом, все, что необходимо для того, чтобы овладеть искусством русского языка. Кроме того, согласно грантовым условиям, вуз должен обучить не менее трехсот иностранцев в этом году. Ульяновский педагогический университет с задачей справился. И уже в скором будущем выпускники курсов пополнят ряды квалифицированных специалистов со знанием русского языка, как в нашей стране, так и за рубежом. Александра Никитина, Данил Сурков, Управда ТВ. Носки, игрушки, кастрюли. Подготовка к Новому году началась, а значит, пришло время выбирать подарки. Как показал наш опрос, ульяновцы охотнее любят радовать близких, чем себя. И все же выбор новогоднего сюрприза – дело непростое. Как угодить получателю, чему удивиться самому, смотрите в нашем материале. Получать или же наоборот дарить подарки? И что в принципе выбрать, чтобы порадовать себя или своих близких в канун Нового года? Вопрос не из легких. Дарить подарки мне нравится, но получать тоже неплохо. Дарить. Я очень люблю дарить подарки. Пусть будут небольшие. Не дорог подарок, а дорогого внимания. Очень люблю. И очень люблю встречать гостей. Не в гости ходить, а чтобы ко мне пришли. Все зависит от того, кому дарим подарок. Ну а чаще всего, допустим, близким. Ну, что-то, что человек этот хотел бы получить в подарок. То есть ты целый год прислушиваешься, делаешь какие-то себе заметочки и даришь. Ну, это не важно. Только важное – это подарок. Если бы это был такой, то бы это был другой подарок. Это же самое. Это будет важно. Ты любишь Christmas? Ну, немного, не так много. Нравится дарить подарки или получать? Лучше дарить. А что выбираете на подарок? На подарок? Ну, детям в основном игрушки, конфеты. А взрослым? Шоколад. Взрослым. Ну, это по ситуации. Кому что нравится. Ну, смотря какой пол. Если мужской, то в основном, как полагается, носки. Там что-нибудь такое. Галстук, рубашки. Женщинам, естественно, косметика. А сами бы что хотели получить? Тебе просто женское счастье. Конечно же, дарить. Ну, и получать тоже. А что вот выбираете на подарок? Ну, индивидуально, от человека. Ну, допустим, ребенку что? Ребенку сладкие подарки, книги, игрушки, лего. Б-90 из лего. Да. Я больше дарить люблю, особенно внукам. А что выбираете вот на подарок? Это кому как. Кому как. Ну, например, сладкие подарки. Ну, сладкие – это само собой. Это уже не подарки сейчас считаются. А это, я знаю, что они хотят. Пока письма пишем, напишем письмо, и потом уже будем отдавать Дедушке Морозу через морозилку. Мам, да это не Дед Мороз. Как не Дед Мороз? А кто? Ну, папа. А подарки-то дарит Дед Мороз. Под елку тебе кладет. Ну, вы пока мы спите, вы кладете нам быстренько подарки под елку. Прежде всего подарить обязательно необходимо. Ну, а получить уж как получится. Дадут, получим, не дадут. Мы в обиде не будем. На подарок что выбираете чаще всего? Ну, не знаю, наверное, какой-нибудь домашний принадлежностей, потому что для родных выбираешь. Маме в основном дарим подарки. А сами бы что хотели получить на Новый год? Наверное, отдых. Я люблю детям своим дарить подарки. То есть, какие-то их желания исполнять, это всегда приятно, видеть вот эти глаза счастливые. А если не секрет, какие желания, то есть, чего ждут? Ммм, не знаю, все по-разному. Кто-то там игрушки, машинки, кто чего. Новый формат старого шедевра. Спустя 33 года зал Дома культуры губернаторский вновь окутан творчеством Вероники Дударовой. Вот только в этот раз симфоническим оркестром руководит не сама женщина-легенда, а ее последователь, заслуженный артист России Юрий Ткаченко. Вечер особенно дорог для главного приглашенного гостя, сына Вероники Михаила Вайнштейна Дударова. Что говорила мама мне о музыке? Мне говорить она ничего и не должна была, так как я в музыке с такого возраста пребывал. И поэтому мне уже трудно сказать, что она мне говорила о музыке. Если я что-то спрашивал, она могла рассказать. За Веронику Дударову говорила музыка. Каждая композиция концерта посвящена юбилейной дате – 105-летию со дня рождения женщины-дирижера. Больше всего публике откликнулась ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. 8 декабря в Ульяновской области переменная облачность, возможен снег с дождем. Днем температура воздуха составит плюс 2 градуса. Ветер восточный до 10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.30, 20.30 и 23.00, а также на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова